Старичка так простонароден называют этот водоем, расположенный в районе остановки 2-я база. Татьяна Акиева говорит, что в этом году здесь остались зимовать пара лебедей. Весной у них появилось потомство. Но днем 21 мая женщина стала свидетельницей чрезвычайного происшествия. Птенцы запутались в сетях, и первым на зов о помощь откликнулся мужчина, который находился неподалеку. На этих кадрах видно, как женщина отпугивает лебедей, чтобы дать возможность мужчине освободить их птенцов. Татьяна Акиева говорит, что очень любит посидеть на берегу Старички с удочкой. Здесь можно поймать карасей и даже некрупную щуку. Здесь обитают два лебедя и семь детишек было вчера. И они запутались на середине Старички. Они запутались. Все начали что-то думать, что делать, как-то спасать. Они запутались в сетке. Они разговаривали с своими детенышами, успокаивали. Там запуталось четыре лебеденка. Ну и вот такими общими усилиями мужчина там проходил, конечно, молодец вообще. Он кинулся в воду, разделся, кинулся. Глубина небольшая, примерно полтора метра на середине. И вот мы с ним вдвоем. Я отпугивала, а он вынимал их с сетки. И одного детеныша не удалось спасти. Женщина отметила, что после случившегося пыталась дозвониться в рыбинспекцию. Но трубку никто не брал. В эколого-биологическом центре заявили, что лебеди-шипуны стали чаще появляться в нашем регионе. В неволе птицы агрессивны и могут даже напасть на других обитателей зоопарка. Эта птица занесена в Красную книгу и Казахстана, и Международную Красную книгу. Она не считается редкой, но она стоит на страницах как исчезающий вид. То есть из-за того, что постоянно у нас идет предопользование, такое, что выкашивают их угодья, потом прессинг идет, рыболовство, водоемы у нас усыхают. У нас их становится, конечно, меньше. Но вот последние годы мы сталкиваемся с тем, что вторая кладка лебедей затягивается, и не все встают на крыло, молодняк. Они окрашиваются где-то на второй год. И очень часто осенью, когда становится лед на водоемах, они идут в поселки и даже смешиваются с гусями. И люди звонят, потом говорят, можно вам пристроить. Вот у нас появился лебедь. Стоит отметить, что лебеди сейчас поселились и на карьере в районе поселка Желаево. Но с появлением здесь отдыхающих они могут сменить место обитания. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42.